Здравствуйте, Олег Кришна. Это было в одном из городов России, таких замечательных городов, в которые мы проезжаем на выезды в Санкт-Петербург. Город назывался Рыбинск. Мы распространяли в одном возле торговых центров, в одном торговом центре на улице. И я увидел такого интересного молодого человека, экипированного в велосипедное снаряжение, в велосипеде. Он остановился, и мы с ним стали разговаривать. Я ему дал книгу «Богологи-то». Он сказал, что у него такую книгу ему уже предлагали, и он беседовал с одним таким же, как я, человеком. Но не вдохновился взять книгу. И я так подумал, ну ладно, наверное, он сейчас ее тоже не возьмет. Ну, так как время уже было достаточно, пора было уходить. Я думаю, ну ладно, постою, может быть, действительно, сейчас поговорим. Особой надежды не было. И он оказался буддистом. Такое спокойное, миловидное такое лицо, благостное у человека. Такие правильные черты, как бы весь такой он гармонично выглядел. На самом деле он книгу брать не захотел. Долго на нее рассматривал. Вроде бы, как бы, я его... Ну, рассказал ему вкратце всю философию, и он так совсем, вроде, соглашался. Но вот что-то такое не давало ему эту книгу взять. И даже когда он ее открыл, так почитал, говорит, у меня даже голова варик, я не могу ее читать. И мы с ним расстались. А через два дня, как раз был праздник, 9 мая, и в центре города, на площади, я не помню, как она называлась, возможно, площадь Ленина, мы вышли тоже на Санкт-Петербург, как раз там был праздничный такой настроение людей, там как бы все было организовано, ходили ветераны. И я увидел такого молодого человека издалека, который вводит в такую солдатскую форму, как раз вот полевую. Причем фуражка такая, гимнастерка, сапоги, керзеры. Ну, эти штаны, как они здесь называются. И когда я подошел поближе, и у него еще такой вещмешок. И он весь такой был, весь такой чистый. И когда я подошел поближе, я узнал у него вот этого велосипедиста, бедиста. Я не понял, почему он одет в такую форму, странно выглядел. И он меня тоже узнал, говорит, ну вот, опять будете мне книги предлагать? Я говорю, да не, говорю, не буду. Мы с ним тоже так поздоровались. И к нам вдруг подходят два таких слегка выхлевших молодых человека, и они подходят вот к этому солдату и говорят, давай мы с тобой сейчас сфотографируем. Оказывается, он как бы просто был как бы фотомоделью, то есть сфотографировался вот как участник войны, ну не как участник войны, а просто как имитатор. Имитатор. Солдата. И он вдруг так неожиданно говорил этим молодым людям. Вы, говорит, сначала книгу возьмите, а потом, говорит, сфотографируемся. И этот такой выхлевший молодой человек, он говорит, да конечно, без вопросов, достает мне 100 рублей, даём, да, на, вот дать. И говорит, деньги, давай книгу. Я даю ему книгу, и говорит, что вот очень хорошо. И вот этот молодой человек, у него солдата, говорит, вы такое дело, говорит, хорошее дело, и вы поучаствовали сегодня с анкетками, может быть со временем у вас появится желание всё-таки взять одну из наших книг. И всё, они ушли дальше сфотографироваться, я пошёл дальше распространять книги. Айи Кришна.